привет дорогие мои меня зовут артур мы продолжаем играть silent hill 3 судя по всему мы находимся где-то очень недалеко от финишной черты в последней серии ровно собственно вон там мы убедили темную сущность олесы ее воспоминания теперь хизер от всего этого свободно осталось покончить с далее я думаю туда мы сейчас не направляемся жутковато на самом деле в конце я вообще мало чего понимаю очень сложно для понимания все что здесь идет ну то есть основная сюжетная канва конечно понятно но здесь столько полу намеков разных скрытых контекстов что прям временами голова кипит интересно думать обо всем этом хорошая игра нас коснулось зло мира и мы заточили печать ой печаль внутри себя только ты можешь исцелить наши раны каждое утро день вечера ночь мы зовем тебя и молимся одни чудесного прихода хорошо сектанты я полностью отдаю тебе мое тело и мою бессмертную душу какая быть маня следовало за мной я буду жить с тобой на самом деле там удалось а кстати говоря проблему не сломана нога после разговора сдали и у них чуть не заладилось мы оставили его там он тоже не смог нас убить хотя это действительно решил бы вопрос с решением бога покажи нам свои чудесные силы направь наши преданные верные души на дорогу в рай о господи мы не подадимся искушению пока ты в наших сердцах о боже спаси нас своим всестраданием о боже мой на своим благословением о боже одари нас своим забилием похоже знаете монастырь какой-то на двери что-то написано дверь врата что ведут к дороге в рай прильни груди богородицы покайся в грехах своих и получи прощение и да упокоится душа твоя как вы это делаете как вы это делаете это был Винсент не было ли он вас здесь он вывел его когда он вывел его медленно Но это просто так хорошо. Лuring вас здесь также служит моим причинам. Чек-мейт. Не до этого. Время не до этого. Время когда все будет исполниться от их 죄. Когда в Парадисе мы долго мечтали, который будет вступать. After the judgment and atonement And eternity of bliss Oh, Alessa The world you wanted is nearly here That's not what I want Not you Alessa Your true self But I am Alessa My little Claudia My dear sweet sister Oh, Alessa Is it you? How I've missed you I don't need another world It's fine the way it is But you said it yourself The world must first be cleansed with fire But that's not what I want now Alessa Don't you want happiness? Have you become blind to all the hopeless suffering in the world? We need We all need God's salvation Listen Suffering is a fact of life Either you learn how to deal with that Or you go under You can stay in your own little dream world But you can't keep hurting other people Besides, I'll never forgive you for hurting my father I'll never forgive you for the salvation of mankind But for that to happen The world must first be remade And for that we need God You self-righteous witch No one asked you to help Nothing What shall I say What the pressure You miss me, do you? You're damned the right I do That's good на бог зреет внутри алисы то есть хизер карта таро глаз ночи ok я помню эту грязную мозаику на ней бог мужчина и женщина которая которая родила бога я приходила в эту часовню когда я была маленькой девочкой я приходила славить бога и просил ответа на мои молитвы но это было не совсем я это было леса когда она была маленькой девочкой но все равно ни одна из моих молитв не было услышано зато это прекрасный повод сохранится так у нас там похоже перенасыщение уже сохранением 27 штук но в свете последних событий я сохраняюсь как можно более часто то есть каждый шаг сохранен потому что сайлент хилл все части смотря на то что в принципе работают хорошо временами слетают почему-то так это что создание подожди они по порядку идут 4 хорошо давать самого начала тогда интересно так что у нас тут здесь я уверен дверь будет закрыта нет место кстати говоря плохое судя по всему потому что вон эффект мной за какой я ничего не могу сделать с органом я все же не умею на нем играть хорошо так это у нас первый да первый исход сначала у людей ничего не было их тела обращались пепел в их сердцах была только ненависть они постоянно воевали на смерть не приходила они отчаялись застряв в вечном болоте рождение мужчина предложил змея солнцу и молился спасение женщина предложил тростник солнцу и попросил радости почувствовал жалости за грусти воцарившейся на земле бог был рожден от этих двух людей спасение бог создал время и поделил его на день и ночь бог открыл путь к спасению и дал людям радость и бог отобрал вечное время у людей своеобразно так теперь создание бог сотворил разных созданий красную богиню гзучил бару желтую богини лоб сил вис и много других богов и ангелов наконец бог собрался создать рай где люди были бы счастливы просто находясь там окей обещание но закончилась сила бога и он исчез все люди мира горевали из-за этого пока бог умирал он обернулся пылью обещая возвратиться назад так что бог не был потерян мы должны продолжать молиться и не забывать нашу веру мы ждем и надеемся на тот день когда путь в рай будет открыт вот такие вот у них верование довольно таки своеобразные надо сказать так там дверь открыта и там что-то можно получить что здесь и должна быть здесь нечего делать парке развлечений хорошо не поддается ясно нам туда так что это это карта что ли chapel то есть это церковь о подробная такая карта офигеть исповедали исповедали я я знаю что я покажу что я что я покажу что я Субтитры сделал DimaTorzok 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 Несколько бумаг лежат в этой папке. Мне кажется, что это рукописная копия какой-то книги. Символ божества, известный как Реол Солнца. Геральдики символизируют религиозную группу. Два внешних круга – это милосердие и воскрешение. Три внутренних круга – это настоящее прошлое и будущее. Обычно рисуется красным, иногда рисуется черным или другими цветами. Но голубой обращает значение в проклятие Бога и, следовательно, запрещен. Так вот, что такое эти знаки сохранения, да? И насколько хорошо они тут прописаны сюжетно оказывается. Нифига себе. Тихо, 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 мужчина. Вот воевать с ними – какой смысл? То есть вы знаете, сколько патронов принимает в себя одна такая тушка. Это полчаса бить его там или стрелять в последнем... Тихо, тихо, тихо. Изображение ангела, летящего на небеса. Ничего особенного, но у меня такое чувство, что что-то есть за этой картиной. Плач этой девушки и исчезающие шаги. Отодвинуть? Да. Шуть, шуть, просто шуть. Инвалидная коляска простая, инвалидная коляска. Конечно, простая. Проще некуда. Ты. Офигеть, это что такое еще? Святая Дженнифер, непоколебимая вера под лезвием смерти. Святая Олеса, Матерь Божья, дочь Бога. Святой Николай, чудотворец, доктор Бога. Обалдеть. Эм... Что? Этот круг означает реинкарнацию. Так сказано в той книге. Значит, смерть не конец. Очень хорошо, не правда ли? Благодаря реинкарнации я умерла, как Олеса, но все еще живу сама. Но только для... Только от одной этой мысли у меня начинает выворачиваться желудок. Но, кроме всего прочего, это неплохое сохранение. Хорошо, пойдем туда тогда, за картину. Блин, там точно ничего не было. Давайте еще раз проверю. Я просто не люблю потом бегать по полчаса. Вы же знаете, насколько я внимательный. Вообще, ни на сколько невнимательный. Офигеть. Только не уползай сюда, пожалуйста. Вот этого точно мне не хватало. Камера, блин, почему ты такая упоротая? Ну, пожалуйста, скажи мне. Это накрытый? Нет, не стану даже смотреть. Офигеть. И то, что там идет, это босс, который убил Гарри. Лифт. Ой-ой-ой. Где я вообще? Так, по-хорошему. Что он там делает? Спокойно. 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 Да заходи-то уже, ну. Фу, это было очень жуткое библиотека. Так, что ты там высматриваешь? Древние боги Сайлент Хилла. Учение об этих, ой, об их этимологии и эволюции. Что за? Не существует ни одной религии, оставшейся без изменений, с момента ее основания. И это не исключение. Когда эта религия попала к эмигрантам, на нее сильно повлияли их собственные христианские убеждения. Например, традиционным представителям их главных богов могли давать имена и описания христианских ангелов. Так стали появляться похожие описания. Есть еще один редкий пример верховного божества. Создатель Рая или Лорд Змея и Тростника был дублирован именем демона. Конечно, это было сделано не верующими, а их оппонентами. Господи, это религиозная чушь, это какой-то кошмар. Карта Таро. Ммм. Таро. Ммм. Согласно там, керрия. Ммм. 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 Я не знаю, что ты, по крайней мере. Ну, кто ты, по крайней мере? Ты еще не понимаешь это? Да, ты на стороне Клодия. Я сказал, что ты не положишь меня в самую категорию. Ну, ты тоже довольно луни. Ты сам. Это правда. Мы верим в самую Клод. Но я довольно луна. Так что, почему ты помогла мне? Это тоже часть того, чтобы прожить Бог? Это необычно для людей прожить самую Клодию и все равно не согласиться. Бог? Ты уверен, что ты не имеешь в виду Клодию? Клодию. Понятно, что сейчас я действительно на твоей стороне. Я не хочу Бог родиться. Это не просто... удобно. Очень слишком непредсказуемая. Я не имею в виду Клодию. Так что ты используешь меня для остановки Клодия? Это это? Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. , что-то... как-то... Как-то не могу. Как-то не могу. Как-то не могу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Нет слов... Законы потустороннего мира... Хорошо, я могу его почитать? Этот магический знак с сильными защитными отгоняющими свойствами называется герб Веруна Седьмого, или печать Метатрона. Она приносит результаты вне зависимости от того, хороший человек или плохой. Силы печати возлагает тяжелую нож на заклинателе. Поскольку ее также тяжело контролировать, ее обычно не используют. Вот почему этот знак носит название печать Метатрона по имени Ангела Метатрона, или Метратона, или Метатрона, также известного как представитель Бога. Таро базировался на 22 еврейских соглашениях и являлся представлением всего мира. Каждая карта с номером от 1 до 21 что-то значит. По этим картам предсказатели определяли будущее. Например, первая карта Маг означает создание, будрость, начало или разрушение и мошенничество. Вторая карта Верховная Жрица означает интуицию, гармонию, веру или догматизм и высокомерие. Некоторые записи гласят, что в колоде Гарднера было больше, чем 21 карта. Колонны Гарднера сегодня уже не существует, они упоминаются только в литературе. В них говорится, что эти дополнительные карты базировались на утерянных еврейских соглашениях о суждении потустороннего трансцендентного существования, например, Бога. Суперчок. Отлично просто. Не знаю, многие со мной не сограсятся, потому что, блин, они эту игру, наверное, с детства играют, и для них это несравненный там шедевр с детства. Но, на мой взгляд, под конец игру серьезно перекрутили в плане смысла. Вообще, давайте-ка мы сюда пойдем. Что-то как-то, ну, сюжет, в принципе, неплохой, но я повторюсь, вот в чем гениальность сюжета второго Сайленхилла, допустим, так это в его простоте, по сути. При том, что он очень сложный, основная сюжетная канва, она, понятно, даже ребенку, но при этом там столько сверху накручены, такой слоеный пирог, что, в принципе, это произведение на года. Сайленхилл 3 тоже по-своему, но именно в плане сюжета, я не знаю. То есть, как-то мне не нравятся вот такие вот заигрывания с религией, просто потому что само по себе вот эта вот сама тема никогда интересна не была. Поэтому, как обычно, на вкус и цвет, ну, все равно интересно, чем все это в итоге закончится. Хотя, в принципе, я уже подозреваю, как бы там ни было интрига, интересно. Надеюсь, вам понравилось, следующая серия наверняка будет последней. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok